Так, у нас всё записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Нет, не против. Я слушаю, говорите. Слышите меня? Да, я слышу. Сейчас что-то голос исчез. Голос исчез. Не слышно голоса. Тимофей, смотри, там что-то у тебя неладно стало. Не слышно, нету, голоса нету. Сейчас, сейчас, сейчас. Вот сейчас слышно. У меня просто на телефоне здесь вопросы, я сейчас... Ну, давай. Я попутал, спрошу. Отец-то где у тебя? Здесь, тут. Он там далёко? На пару слов хотя бы увидеть его. У нас хорошие отношения с ним были. Вот он где. С миром. С миром. Ну, слава Господу. Я вам скину здесь свои ресурсы, и вы там всё найдёте. Там что-то... У нас всё есть у нас же. Есть уже всё, да? А там пасём? Ну, вы с нами... Вы входите на молитву. У нас через каждые два часа молитва идёт. Там минут двенадцать. У нас будет сообщество хорошее. Интернетное сообщество. И занятия идут по изучению Библии. В разные дни я вам скину всё. Места, когда идёт занятие. Всё, сейчас мы поговорим с Тимошей. Ну, всё. Он заявлял на альтернативную гражданскую службу. Ага. Так надо на альтернативной основе писать. Я им напишу, что оружие в руки не брать. Он уже подал, и уже штампик поставили в военкомате. По вашему образцу. Да всё. Только так. Потому что... Вот просчитайте откровение Иоанна Богослова. Вот тринадцатая голова, десятый стих. Вот прочтите, запомните. Откровение, то есть апокалипсис. Тринадцатая голова, десятый стих. Там всё написано. Кто ведёт в плен, сам пойдёт в плен. Кто убивает мечом, тому надлежит быть убитым мечом. Здесь терпение и вера святых. Вот у нас, которые ребята ушли. Ну, вот знаем, мы близкие. Он у меня как бы внучатка. Ну, его там сразу поставили на кухню. Сейчас что-то куда-то в другое место перевели. Они не берут оружие, их и не заставляют. Официально. Даже благодарность пришла матери, родителям. Что он честный. Ну, давайте, Мафей, говори там, что у тебя. Хорошо. Не уверен, что получится на твоей краной работать. Голову подними выше, чтобы было видно подбородок. Вот так вот. Во. И повтори, что сказал. Слышь, слышь. Так, слышно. Слышно? Да, давай. Опять исчез голос. Нет, нету. Что-то у тебя не ладится с машиной там. Ну, да. Вот опять голос слышно. Посмотри, что там замыкает у тебя или как. Давай. Слышно? Да, вот так слышно. Я слушаю, говори. Ну, вот. Я с вопросами как раз по поводу убийства на войне. Я вам писал в скайпе. Вы сказали, что письменно времени отвечать нет. И я решил сегодня позвонить, так как день немного символичный. Можно? Да, да. Ну, я вам же это скинул. Скинул какие заявления писать в инкомат-то? Я нашел вас на сайте сам. То есть вы скинули. А то я могу все это скинуть как образец. Как писать. Ну, не. Я нашел уже сам. Спасибо. Спаси Христос. Ну, ладно. Ну, давай говори. Что там? Сначала два вопроса о клятве. То есть тут некоторые это утверждение, которые я находил, чтобы вы ответили на них. А некоторые сам писал вопросы. Первое. Внимательное чтение Писания показало, что некоторые из наиболее радикальных указаний на горной проповеди смягчаются другими местами Нового Завета. Например, Иисус, казалось бы, запрещает любую клятву, но апостол Павел клянется в своих посланиях как минимум дважды. Второе Коринфянам 1.23 и Галатам 1.20. Таким образом, возможны исключения. Не надо. Прочитай, что там написано. На что он ссылается. Да, да. Второе Коринфянам 1.23. Бога призываю во свидетели на душу мою, что, щадя вас, я доселе не приходил в Коринф. То что-то ничего опять не слышно. Бога призываю во свидетели на душу мою. Ну и что? Что, щадя вас, я доселе не приходил в Коринф. Да какая клятва? Ты где? Ну да, я тоже так подумал сначала. Это выдумка, выдумка какая-то. Не как, он говорит, Бог свидетель, он знает, что я не проходимец какой-то, я исполняю заповеди. А тут клянется своей жизнью, что если я нарушу, то меня можно расстрелять, убить, и все, я нарушитель, как предатель. Там нет ничего, это, кто там пишет, это человек неверующий. Клятва, Златоуз, Златоуз говорит, если кто клянется, я даже в храм не запущу. И он, Златоуз, самый великий проповедник. Я вам скину об этом, о клятве. Это у меня в материале как раз говорится, я говорю вам, любите врагов ваших. Я вам просто скину. Я читал вот эту вот главу вашей книги «К истинному православию». Просто там, ну, некоторые моменты, хотя бы там 3-5 таких самых, ну, распространенных вот таких уловок не рассматривается. А чем рассматривать? Они никакого отношения к клятве не имеют, их рассматривать не надо. Зачем путать все? Не про клятву, про убийство на войне. Ну, убийство на войне что? Не убей, говорят. Где видно такое? Ты вот прочитай откровение. Заканчивается Библия какими словами? 13 глава, 10 стих. Открой, прочитай. Откровение 13, 10. Ну, да, я знаю, что кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убитым мечом. Здесь терпение и вера святая. Все, а терпения нету и веры нет никакой. Где это видно такое? Господь говорит, враг голоден накорми. Как ты убивать будешь, когда написано «любите врагов ваших». Любите. Любите, потом убить. Ну, это тоже там маленький вопрос будет. Ну, вот сейчас второе место тоже. К Галатам 1, 20. А в том, что пишу вам перед Богом не лгу. Ну, то есть Бог знает, что я не лгу. Какая клятва там? Нет, тут слова о клятве даже мимо нету. Мимо не проходили. Бог знает мою жизнь. Я все время говорю, я перед Богом молюсь, а Он меня знает. И говорю о себе любой факт моей жизни, и Бог знает, что именно я поступаю правильно. Где клятва-то? Это выдумка всякая. Слово «клятва» означает «клянусь». Не клянитесь никак. Библия говорит. Христос говорит, не клянитесь никак. Ни небом, ни землей, ни храмом, ничем. Даже волос не может сделать другой. Что ты можешь клясться? Нет, никакой клятвы нет. Я по этому рассматриваю, и не надо. Это выдумка. Хорошо, я понял. Второй вопрос. Книга пророка Осии, 4 глава, 2 стих. Клятва и опан, убийство и воровство, и прелюбодейство крайне распространились, и кровопролитие следует за кровопролитием. Почему пророк называет в таком ряду не клятву преступления, а клятву саму по себе? Получается, что здесь уже в Ветхом Завете был намек на новозаветный запрет клятвы, так же, как в притчах, например, сказано, что если голоден враг, то накорми его. Правильно? Понимаете, здесь это не сказано, но, говорят, они оклянутся и нарушают. Там дальше-то про это и говорит. Нарушение. Какая нужда была им клясться? Все нарушили. Священство не смотрят. Овцы рассыпались по горам, как пророк Михей говорил. А вот Елисей, он как раз, когда пришли воины-то, а он сделал так, что они не видят, куда идут, а потом открыл глаза, они посередине, на Урале, сейчас, допустим, первые войска Гитлера оказались на Урале, глаза открылись, а куда? Со всех сторон окруженные. И он, поразить их надо, говорит, царь. Он говорит, а ты их завоевывал, накорми, напой, давайте транспорт, перевязать раны их и отправляйте домой. И они больше сирийцей никогда не пришли. Вот и все. Без зеленого выстрела победил всех. То есть, тут получается, что, хотя и написано, что клятва в таком ряду, что обман, убийство, воров, что и так далее, но все равно подразумевается клятва преступления. Ну, конечно. Клятва преступления, это клятва не была запрещена, но нарушение ее каралось смертью. Потому что это ясно дело, что клялся, а теперь отвечать должен. В клятве прямо говорит, да постигнет меня то-то и то-то, если я нарушу клятву. Да последней капли крови бороться. Какая капля? Одна пулька и тебя нету. Я служил в армии, знаю. Бога-то не знали? Нету, ни одного слова нигде нету. Корнилий, который обратился, он тут же ушел, сложил себе полномочия и стал проповедником. Ну, вот в той версии его жития, которая представлена у вас на сайте, написано, что он первый из язычников уверовал в Господа нашего Иисуса Христа и по принятии крещения оставил все и пошел за Петром, который поставил его епископом. Однако потом он два раза называет себя сотником. Первый раз он говорит князю Дмитрию, если хочешь узнать о моей службе, то узнай, что я сотник. А второй раз в ведении епископу Силуану, я сотник Корнилий. Ничего подобного, не надо тут искать что-то. Человек, который пошел на пенсию, он по-прежнему генерал, значит, и говорит, я генерал. Он никуда не девается. То есть он как о бывшем это говорит? Конечно. А почему ему не сказать об этом? Был губернатором, теперь он обыкновенный постул говорит, я бывший губернатор. Он себя называет согласно того, что у него погоны какие, с него никто не разжаловал, он пошел на пенсию. Ну, тут просто не говорится конкретно, что он оставил воинскую службу. Сказано только то, что он оставил все. То есть это, получается, подразумевается тоже и служение сотникам. Служение сотникам закончилось. Он епископ теперь. Откуда брать-то мы будем? Зачем? Это уже надо совсем быть помешанным. Он епископ. И прежнее, если даже он... Епископ представили как монахи, и если только он возвращается к прежнему, то ему анафема по канонам. Анафема проклятие сразу. Он разжалуется, его не причащать нельзя ничего. Он смотрит, как отребие земли. Вот как человек, который обратился к Богу, Ну да. И дальше вот это я из Википедии беру. В Библии нигде не осуждается воинская служба как таковая. Двоеточие. Первое. Когда к Иоанну Крестителю среди кающихся приходят воины и спрашивают, а нам что делать? И он отвечает. Никого не обижайте, не клевещите, довольствуйтесь своим жалованием. Луки 3,14. Не осуждая тем самым воинскую службу как таковую. Так как того, так и было, пока Церковь Христа не была основана. Они говорят, это Ветхозаветные иудеи, они пришли, так все и было. Это Ветхий Завет, Ветхий Завет. Да, то есть так как Иоанн Претечев был последним Ветхозаветным пророком, то от него и нечего было как бы ожидать подобных слов. Ну, он должен был сказать, не надо уже в него вкладывать. То, что он сказал, так и было. Еще сколько продолжалось? Не сразу. Еще Христос три года будет проповедовать. Да еще сойдет Дух Святой. И тогда только исполненной благодати Духа Святого все это отвергли. А тогдашние, когда приходили, это во самом рассвете было Ветхозаветная заповедь. И он так и отвечал. И не надо туда ничего добавлять-то. А-то обязательно что-то надо добавить, сказать. Да он рядом был с Новым Заветом. Ну и что рядом был? Я рядом с Кремлем проходил, но мне никакой должности-то не дали. А дальше второе. То, что сам Христос хвалит Капернаумского сотника за веру, никак не осуждая его занятия. Матфея 8.10 и Луки 7.9. Причем иудейские копейщины свидетельствуют о добродетельности этого сотника. Правильно, правильно, правильно. Это церкви Христова еще нет. Она будет только в день Пятидесятницы. А правила все пришли с основанием церкви. Как Христос вознесся на Пятидесятый день, на Десятый день, Дух Святой сошел, все изменилось. И заговорили на иных языках. Ахренеть. А почему как бы не было установления закона сразу с Нагорной проповеди? Да это не ко мне вопрос. Вопрос ко Христу. Зачем мы будем ставить вопросы, которые не нужны? Блаженный Пепелакт, Ян Златоус это место никак не разъясняет. Так понятно. А что тут подумать? Просто, что если Христос уже говорил на Нагорной проповеди, то что, ну, все вот это, что он говорил, то почему как бы он сотнику не сказал? Понимаете, вот это задаем вопросы, где они не стоят никогда. Этот вопрос ни Златоус, ни Василий Великий, ни Григорий Богослов, никто не трогает. Почему? Потому что это Ветхий Завет. Ветхий Завет, я повторяю, Новый Завет начинается не с рождения Христа, от сошествия Духа Святого, в день Пятидесятницы, после воскресения Христова. Вот оттуда все измельчено. То есть, получается, что Нагорная проповедь была просто как бы подготовкой? Конечно. Это Ветхий Завет. И какие мы по нравственности должны быть плащащие, и дальше тебя гонят, не мсти, а радуйся. Велика Ваша награда на небесах. Девятое блаженство. Тут уже от света Нового Завета, но все еще остается так же. Запомни, Дух Святой сойдет, когда, говорит, и Он наставит вас на всякую правду. Дух Святой, Христос, говорит, сойдет. И Он наставит на всякую правду. Когда человечество через жертву Христа примирится с Богом, и Господь в новые сосуды отливает. Даже учитель пришел, беседует, не ходим, и он не поймет, надо бы народиться свыше. А тут крещение Духом Святым, второй акт. И заговорили на иных языках. И пламя Христовой любви разделилось по всему земному шару. День Пятидесятницы, вот основной день. Христос говорит, если я не уйду, то Дух Святой не придет. Христос присутствовал в одном месте, а Дух Святой по всей галактике и здесь. В этом и разница. Все, я понял, хорошо. Да. Потом вот тоже, ну это, тоже можно назвать выдумкой, но как бы приплетают эти вот стихи для оправдания. Да зачем нам оправдание? Оправдания убийства нету. Кто убивает, тому надлежит быть убитым еще. Все. Все закончилось. Ну, вот я, ну, читаю. Римлянам 1.32. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. Однако не только их делают, но и делающих одобряют. Ну, он говорит о том, что совершается во всем мире. Если дело эти достойны смерти, на суде Божьем он где будет? Речь идет о нравственности, ни о чем другом. Делая такие дела, он осуждает сам себя уже. И суд Божий будет справедливый. А о военной службе, о клятве тут даже и намека нету никакого. То есть, тут речь идет о смерти, в смысле, в аду. Конечно. Потому что суд Божий, когда будет, эти люди будут осуждены и брошены в огонь вечный. Вот о чем речь идет. Да, потом дальше евреям. Десятая глава, 28 стих, ну и 29. Если отвергшиеся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, ну и дальше, то сколь тихтящему наказанию, думаете, повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровью завета, которую освящен и Духа благодати оскорбляет. Вот. Теперь речь идет именно об этом. Благодати Духа Святого. Почему апостол Павел об этом говорит в 6.23 римлянам. Кто Духа Христова не имеет, тот не его. Все правильно делает, Духа Святого нет, надо об этом ревновать. Он придет и обречит мир о грехе, о правде и о суде. Не то, что грехи какие-то смертные, другие не смертные, а грехе, запитая, что не верует в меня. Если не верит, там это и блуд, и аборт, и убийство, и волшебство, и что хочешь. Главное это, главный грех неверия в Христа. А какой суд? Что князь мира, сатана, осужден. Когда Дух Святой придет, вот от этого момента сатана осужден. И о правде, о правде, что я иду к отцу моему. То есть, теперь он принимает меня, как искупившего этот мир. И мир примиряется со Христом и получает дары Духа Святого, златоуст говорит. Почему дары пришли Дух Святой? Потому что примиренная жертва вознесся Христос, и как бы говорит Отец. Я умер за них. Грех этот Я искупил. Без пролития крови нет прощения грехов. И об этом кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Кровь Иисуса Христа. Где написано? 1 Иоанна 1,7. Первое послание. Вот и все. Но тут речь о том, что без милосердия наказывается смертью. Смертью, духовной смертью. И даже Плотской вот сказал. А я закон... Нет, написано, если она на груди у тебя лежит, жена, и будет говорить, завтра к утру, ты утром должны убить ее. Никому не позволяйте против истины. А при двух свидетелях... А я закон Божий не признаю. Все. Два свидетеля слышали. И его уже убьют камнями. А тем более... То есть это была речь о Ветхом Завете? Конечно. Там говорит Павел, Ветхий Завет. Он прямо говорит, не тем ли более здесь мы можем отрекаться. Причащались, молились, а теперь пошли блудить опять. Как одни говорят, мы причастились. Всю неделю курили, блудили, потом пошли опять причастились. Это даже сказать нельзя. Священник, который допускает, он убивает их. Все больницы, кладбище переполнены теми, кто не достойно причащался. Из-за этого Павел говорит, многие больны и немало умирает. Что не рассуждают о теле Господнем. Вот мы куплены дорогой ценой. Да, и вот 2 Тимофею 2.3. Итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Ну да, ну воин, то есть сравнивать с этим. И когда он говорит, шлем, шлем спасения. И перечисляет любое, что есть там. В правой оружие, в правой и левой руке. То есть на одной руке книгу не развернешь. Открытое должно быть, две руки. Оружие в правой, кто? Слово твое. Он же поясняет. Возьмите щит веры. Щит не этот, а вера. Вера меня защищает. Он воин, одеяние, оружие. Все разбирает, показывает в духовном плане. Да, да, я это читал. Но вот просто на фотошопе, вот как берут, и фотографию солдата в каске с автоматом. Потом там сзади Богородицу приделывают на фоне облаков. И пишут надпись «Воин Христов» на картинке. Вот они говорят «Воин Христов». Ну еще из этого. Им разницы нет какой. Им лишь бы послать туда. А что ты убил, их хоронить не будут. Там и зароют. Украинскую землю будешь удобрять своим телом. Тебе надо это? Ни под каким видом. К оружию не прислоняться. Клятву не выдавать. И не отказываться. Ни снаряды подносить. Ни корректировщик огня. Я могу раненых вызволять даже на заминированном поле. Я пойду. Душу, чтобы, если падать. Спасать, но не убивать. Любите врагов ваших, Христос. Говорит, любите. Голоден враг. Накорми его. Не по башке ударь гранатой. Жаждет напоевой. Делая сие, что? Горящий угли согрешет. То есть он будет думать, что же я боюсь с кем. Ты посмотри, какие они добрые. Это было у Макария. Когда он увидел, что их вели где-то они воевать. А там деревня православная, видать. Они люди вышли. Кто ему что несет? А что это за люди? Он говорит, это христиане. Они не воюют. У тебя этот материал-то есть о войне, который сказал? А я говорю вам, любите врагов ваших. Есть, есть. Я читал его. Ну все, там больше опровергать никто не берется. Как опровергать? Она быть врагом божьим. Я материалы собирал для этой книги 40 лет. Это чего-то стоит? Ну да. Я знаю. Просто я вот вопросы, которые вам задаю, они в этой главе не разбираются. Я поэтому и звоню вам. Ну, поэтому я отвечаю так. Не надо нахлобучивать то, что к делу не относится. Ну да. Но это я говорю, беру из интернета. То есть вот, допустим, вверху я брал из Википедии. Это вот из статьи какого-то... И Матвей, не надо это делать. Не лазь по чужой блевотине. Они что попало и зарегнули, безбожники, а мы теперь будем лопатить это. Да зачем он мне нужен? У меня святая Библия. Враг голоден. Накорми его. Любите врагов ваших. Любите. Это ни одна религия мира этого не знала. Враг не сдается, его уничтожают. Максим Горький. Не сдается. А у нас, если он и не сдается, не сдается, нас не касается. Я должен помочь ему. Чтобы он не воевал. Чтобы он шел домой. Вот так. Ну да. Но я из Википедии-то... Не только из Википедии взял. Я еще взял из статьи священника православного. Православного, то есть там на сайте православия.ру. Большинство вот этих... Не надо смотреть на них. Не надо. Еще раз говорю. Они Бога не знают. А он священник. Ну и что священник? Священники Христа распяли. И что теперь с них пример брать будем? Ну да. Ну и также самое удивительное то, что на сайте каком-то, видимо, баптистском тоже, где там Библия онлайн типа того, тоже оправдывается. Что оправдывается? Убийство? Убийство на войне, да. Одному убивать нельзя. Как Ефрем Сирин говорит. А если мы в кучу собрались, тогда можно убивать и награду получать. Откуда вы взяли, говорит, это? А вы, говорит, не помогайте. Помогаем мы молитвой. Об этом Тортулян говорит и другие. Молитвой мы молимся. И враги смиряются. Легион Господь дает. Как тебя он не освободит? Не надо это все там перебирать. Не перебирай никакие. Вот он, смещенник, сказал. Ну и что сказал? Пусть идет и воюет, если ему надо. Не, ну я беру не все, а то, что мне непонятно. То есть, как бы я не то, что специально выискиваю. Просто есть какие-то вот реальные вещи, которые, ну, прояснить хотелось бы. Ты твердо, знай, убивать нельзя. Враг голоден накормил. Возьми основной. И тогда остальное все у тебя вот так вот рухнет, как не бывало. Ну да, и много, много есть стихов. То есть, ну... Это гнилые подпорки. Гнилые подпорки подставляют. А вот я скажу так, и можно идти воевать. Ну а куда ты те места делал, где написано, любите врагов ваших? Где говорится? Ну да, как сказать, можно продолжить-то, или вы не хотите отвечать? Да я отвечаю вам, что это выдумка, оно не относится никак. Я отвечаю, что время-то тратить на это. Мы должны помнить то, что Христос сказал. Все говорят, даю новое. Прямо говорят. Все творит новое. И поэтому рассматривать все надо во свете Святой Библии. Во свете Святой Библии мы видим. Дух Святой сошел, и все преобразилось. И теперь они в разные языки, с кем воевали, христиане не идут туда. Кто берет меч и убивает мечом, тому надлежит быть убитым. Надлежит. То есть, правило такое. Ты в плен идешь, тому надлежит быть в плену. Терпение и вера святых. А которые за это идут, у них нет терпения и нет святости. Ну, а ведь бывает же, что бывшие военные, допустим, от сердечного приступа умирают, или машины их избивают. Ну и что? Ну, а почему тогда то, что кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убитым мечом? Закон, ты поднял в руку против Христа, он может быть христианин. Тебе зачем убивать-то? И как ты будешь говорить? Главное, убийство не поощряется. Но когда много нас, собралось человек сто, теперь можно идти убивать. Ну, где логика-то? Святые это и заметили. Я понял, да. Ну, просто, как бы, почему может быть другая причина смерти? То есть, если вот надлежит быть убитым мечом, почему военный может, ну, кто убивал, может умереть от приступа сердечного? Да не надо это многогранно смотреть. Как убьет, где... Он не должен меч прикасаться. Если вот ослябятам, которые пошли воевать, они надели опять прежние мундиры свои, с военными, канон извергает их из сана. И не отпевать ничего нельзя, как отступники. А то Сергий Радонежский благословил. Где вы узнали, что он благословил? А то все понаписали. Ну, они пошли воевать тогда тартаро-монголы были. Ничего не... Они не оба убили. Обоих убили сразу. Никакой святости там нету. Ну, можно все-таки продолжить? Давай, продолжай. Да, вот в Евангелии от Матфея, 21 глава, 40 по 41 стих, и Матфея 24, 48 по 51, то есть там притча вот о злых виноградниках. И тут говорится то, что злодея всех предаст злой смерти. Ну, и какое отношение это имеет к войне? Ну, то есть это, получается, как бы прерогатива Бога. Конечно, он делает это. Землетрясения, цунами, горы рушатся. Это он делает. Сгорает все, потоп. Что скажем? Восемь человек только спаслось. Вся земля свернута. А Содом и Гоморра... Четыре человека вышли. Все. Все остальное сгорело и на дно море ушло. Это Бог делает. И нам на это даже смотреть не надо. Он сделал, и мы должны знать, правильно сделал. А то гомосексуалисты сегодня бритые. Ну, вот которые бритые, подкаблучники. Это их участь. Вот на сайте я вас выписал. Любить иногда означает обезвредить, связать, уничтожить. Но исполнение последнего принадлежит только Богу. А вот какой стих это подтверждает? То, что только Бог может убивать. Только Бог, Он знает. Нам не надо. Ну, еще спрашивать у людей, когда в Российской Федерации за время перестройки 120 миллионов абортов. А то какие люди были? Какие гении? Разрывают его щипцами, отрезают голову в утробе, а потом оно выходит оттуда. Это что, мимо пройдет? Страна убийц. Ну, я просто спрашиваю, что вот конкретный стих Писания, который Бог говорил, что только Богу принадлежит право убивать. Вот это. Ну, конечно, нам не надо в это заглядывать. Он знает, когда. Мы можем молиться о врагах, чтобы они обратились, чтобы Бог им открыл истину. Даже в плену где-то будут. Помочь им не дать умереть. Засвидетельствовать. Как это было в Японскую войну, когда Касаткин, ну, епископ Николай, он в Японии был. Помогали. Пленные, когда идут где-то, если есть возможность, помочь ему выдержать все. И чтобы он дал слово, никогда больше оружие брать не будет. Убивать не будет. Я спасаю щеченца, раненого. При условии, что он говорит, я никогда. Теперь я его везу через всю страну под коробками. Вообразить такую картину. И сдаю его дома. И все. Ну вот, дальше читаю. Иногда зло принимает такую форму, что уже не остается никакого иного способа истребить его, как только умертвить носителя зла. И при таких обстоятельствах выбора уже нет. И тебе принадлежит не право, а обязанность употребить насилие там, где оно оказывается единственным или наименее неправедным исходом. Ну хорошо, ты дома. Жена, ребятишки. Заходят четверо вооруженных. И у них тут машина остановилась, а танк стоит. И там 24 человека. И что ты будешь делать? Ну что? Ну это на частном уровне. А как бы речь идет именно о войне. То есть там-то как бы армия большая вроде на Смоле. И с Коста-Рикой. Главное, армию всю разоружили. Деньги пошли на медицину, на образование. И ни одной войны больше не было. Все. Но это не только Коста-Рика. То есть там где-то стран 5 минимум есть, у которых нет вооруженных сил. Но они как бы договариваются с другими, чтобы в случае, если нападение, у них как бы забрать войска. Это их дело. Я тоже. Вот сейчас он нападает. Я в полицию позвоню обязательно. Они должны за этим смотреть. А как поступают они? Меня это не касается. У них это написано. Для этого налоги платят. А не то, что он подошел, хулиган, тут у меня снимает, все, лезет в дом. И я буду молчать. Я обязан им сказать. А они не приедут. Вот теперь за это ответят. Мы считаем, вот святого там, как он говорит, он приходит, а у него из комнаты вытаскивает все. И он давай ему помогать вытаскивать. И все отдал, и все еще нет. У Бога все это высчитано. Вы часто приводите Еремея 48.10. Проклят, кто дело Господне делает небрежно, и проклят, кто удерживает меч его от крови. А когда читаешь вот эти вот статьи, где оправдывается убийство на войне, создается такое впечатление, что мы-то христиане и есть этот самый меч Божий. И проклят тот, кто удерживает нас от убийства. Не извращать никак нельзя. Дело Господне какое? Крещение. Посмотри как, лоб только ладошкой и все. Откуда пришло все? С Украины. Вся эта бяка оттуда ползла. И вот меч Господень. Поэтому президент Российской Федерации, как Архангел Михаил, встал на защиту. Получается, что и в Ветхозаветное, и в Новозаветное время Бог может руками одних людей убивать других в качестве наказания. Но разница в том, что если в Ветхозаветное время Господь делал это руками израильского народа, то в Новозаветное время христианам запрещено участвовать в подобных мероприятиях. Аминь. Вот. И еще тут можно подтвердить, это Матфея 18.7 и 26.24. Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном. Но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. По аналогии, горе миру от войн, ибо надобно прийти воинам. Но горе тому человеку, через которого война приходит. Конечно. Как бы панат. Конечно. Вот. Страшнее этого ничего нет. Да. И второе. То, что, впрочем, сын человеческий идет, как писано о нем. Но горе тому человеку, которому сын человеческий предается. Лучше было бы этому человеку не родиться. То есть блаженный Феофилак толкует, что хотя Иуда и был частью замысла Божьего, однако от этого вовсе не следует его почитать и хвалить. Так же и здесь с войной. Конечно. Вот. Потом дальше очень такое интересное. Марка, 7 глава, 15 и 21 стих. «Ничто, входящее в человека, извне не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека. Ибо извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяние, любодеяние, убийство». И вот на основании этого говорят, что важно не то, что делает человек, а то, каким духом проникнуты его поступки. Да как это? Если человек бреется, так он преступный такой же. Понравится она, да или женщина красится, что угодно. Да главное, это не важно. Это важно. Если молится с покрытой головой, постыжает голову, а женщина с открытой. Зачем такую мелочь говорить? Это не где-то в Новом Завете уже. И поэтому накручивают самим. А вот там вот определенно и четко. Молитесь за врагов ваших. Любите врагов ваших. Если бы мы жили правильно, они бы не пришли сюда. Да, да, это понятно. Вот просто по аналогии, как вот придумали ложную концепцию разделения грешника и греха. То есть то, что Бог грех ненавидит, а грешника любит. Самый лучший аргумент против этого – это премудрость Соломона, 14 глава, 9 по 10 стих. «Ибо равна ненавистный Богу и нечестивец, и нечестие его, и сделанное вместе со сделавшим будет наказано». То есть этот стих именно объединяет человека и его дела и показывает, что равна ненавистная. Да никто не разделяет. Адам согрешил, а ты грех отдельно. Адам хороший, живи в раю. Ну, это бред какой-то. Что попало, Город? Что-то медуза какая-то рядом. Господь говорит, ненавижу, истреблю. А что я истреблю, а человек будет жить, этого нет. Вместе с грехом и есть. Да, но я просто это вот по аналогии. То есть есть ли такой стих Писания, который объединяет именно намерения и внешние дела? Да человек-то внутри его, он из этого и состоит, из греха курит. В нем все это остается. Как это отдельный грех? Тогда пришел, ну нет, я на машине задавил кого-то. Мне сказали, ну, что задавил, это плохо, но это же внешнее, иди домой. Никак. Никто не разделяет это. Человек и состоит из поступков. Поднял ты руку, отдал честь. Это внутренний настрой твой. Ты как раз объединен, и все, и состоит человек. А не так, человек чистенький, а грех где-то рядом идет, и Господь не... Это сектанты придумали, еретики. Ну да, но просто я думал про такие случаи, когда человек, допустим, из хороших намерений что-то хочет сделать, а получается плохо. Или наоборот, намерения плохие, а получаются хорошие. То есть вот, есть ли вот то, что объединяет именно стих Писаний? Ничего не объединяет. Если он думал плохое делать, какое у него хорошее получится? С чего ради? Когда думал делать хорошее, в это время помешали, это еще может. А когда думал плохое, да смех один. Ну это нарушено, накручивают, накручивают, что получится. Да ничего, пустословие. За каждое слово отвечать надо. Не надо. Яков говорит, человек укращает все, а языка укротить никто не может. Вот еще одна формулировка. Сейчас. Нравственный христианский закон осуждает не борьбу со злом, не применение силы по отношению к его носителю и даже не лишение в качестве последней меры, но злобу сердца человеческого, желание унижения и погибели кому бы то ни было. Ничего нельзя отвечать. Это накрутка идет, глупость какая. Кому надо, те и сделают ему. Башку отвернут. Вот сейчас определили у нас тут в университете, где я 18 лет вел занятия. Терялись девушки, поступая к этому. Уже 20 человек погибли. И наконец поймали его. И что теперь? В Америке там бы так, ему, если не смертная казнь, то три срока это с жизни его и еще 850 лет. А здесь так, одного убил он или 20, разницы нету, 15 лет. Чего смеяться-то? Да, и по сути дела тот же самый вопрос, только немного в другой формулировке. Ясно, что заповедь не убий запрещает человеку лишать жизни другого человека, руководствуясь личными мотивами. Никто, кроме Бога, не может дать жизнь человеку, и никто, кроме него, не имеет права посекать на нее. Но защита своих граждан от насильников не личный мотив. И таким образом мы можем продолжать любить наших врагов, убивая их, если наше сердце руководствуется правильными мотивами. Наталья говорит, безбожник говорит, какой-нибудь пропивший мозги. Вот такое слово, а думает, а что нет этого ничего, это накрутка. Это извращение Слова Божия. А вот он надо, да если бы мы правильно жили, никакой бы враг не подошел. Мы охраняем их Господом. Легион ангелов пошлет Господь. Тут отвечать еще не надо. Довольно общий вопрос, то есть, выходит за рамки темы, что говорят о том, что если человек вынужден что-то сделать, то этот вынужденный поступок уже не является грехом. Потому что так сложились обстоятельства, человеку пришлось что-либо сделать. Это безбожник говорит какой-то, может сатанист, а вы это переплетаете языком, даже срамота слышать это. А вот он хотел то, другое, молиться надо, и вся эта дурь из башки-то выдуется. Вот у нас через каждые два часа идет молитва. Никто не будет об этом думать. Ни один не идет. По-другому все одеты. Посмотри, какая форма. И у нас сейчас выставили ролик. Человек, который до обращения, и который после обращения, до и после. И показаны, какая разница. Видел этот ролик, нет? Нет, наверное. Ну, я могу сбросить. Его только два дня назад выставили. А, ну тогда можно поискать. Да. Дальше. Буквализм в отношении заповеди, в скобочках, без понимания духа и смысла, очень опасен. Приведу пример. Не судите, да не судим и будете. Матфея 7.1 Этим предписанием Господь дал нам личную норму. Если мы будем абсолютизировать смысл этого стиха, то должны будем отменить всякий суд в обществе. Ха. Ничего не надо отвечать. Это просто назги пудрят им все. Ну, тебе надо судить. Суди, бери в ментовку, иди служи. Тебе уже там приготовлена ямка. На эту тему уже не надо. Даже мне противно даже слышать это. Вы берете тех, которые самые негодные люди, и извращают слово Божие. Нигде этого нет. Ни у Златоуста, ни у Блаженного Пепелакта, ни в Евангелии. Ну, зачем время тратить-то на это? А он думал, это вот такое, да если есть, какое средство, да что думал. Ну, нет этого ничего. Этот человек, ты посмотри, как он живет, там курит, пьет, блудит. В нечистую, в нечистую льется. Кому нечистая, нечистая. Полная, полная. Так в третьей книге Ездра написано. Ну, ничего нету тут. На одном месте все топчемся, эту чужую блевотину хлебать. Зачем это нужно? Они не верят в это. Они разделяют человека. Человек говорит, ну пусть разделяют. Надо воевать. Пусть идет воюет. Я его не держу. Я не агитирую не воевать. Я знаю, если ты христианин, все кончилось. Господь говорит, все творю все новое. Все. И взгляд другой. Даже на женщину посмотрел с вожделением. Посмотрел. Уже прелюбодействовал в сердце своем. А не то, что как у мусульман. Четвертая сура, третий аят. Разрешает ему. Четыре бабы, когда он спит. Я им все показываю. Они не знают эту книгу свою. 2600 передо мной прошло в прошлом году. И ни один не считал, не знает. Узаконенный разврат. Так и здесь. Разврат умов и искажение слова. То, что сейчас берете, считаете, выворачиваете. Не надо это. Это грех. Ну да. Ну а мне просто вот лично непонятно. Вот непонятно. Иди воюй. Все вопросы снимаются. Бери оружие и иди воюй. Все кончилось. То есть это безумная болтовня языком закончится. За каждое слово надо отвечать перед Богом. А вы взяли самое негодное. Это не толкование смысла их отцов. Ничего нет. А вот так. Этому конца края не будет. Нравится? Иди воюй. Я ничего не могу сказать. Не, я полностью убежден то, что убивать нельзя. Я говорю то, что не понимаю другое. Вот этот стих конкретно. То, что не судите, да не судим будете. То есть почему он не отменяет суд в принципе? Какой суд? То есть ты обсуждаешь кого-то. Обсуждаешь кого-то. Судить его. Занимайся своим делом. Благобествуй. Найди души. Где вот с этими мыслями ни одной души через тебя не придет к Богу. Почему? А потому что там ковардах вот такой. Да я хотел только узнать. Зачем это знать? Когда мысль другая заложена. Не убей. Все кончило. Тот, кто убивает мечом, тому надлежит быть убитым мечом. Все, ты избрал эту участь убитый. И уже оттуда не вывернуться. Там снайперов хватает в каждом доме. Я понял, да. Просто почему судьи, гражданский суд, они не нарушают данную заповедь? То есть не судите, да не судимо будете. Да про суд не говорится. Осуждение, когда мы друг про друга сидим, лясы точим. Бабки сидят там перед дверями, с кем кто пошла, с кем ночевала. Не судите. Об этом не о суде говорится. Государственный суд, он нужен разобраться в справедливости. У меня в суды шли только, когда я вернулся из заключения. 11 лет шел суд, я его выиграл. 11 лет. Вообразить невозможно. И все, вернули. Вот я где нахожусь сейчас, это 13 соток и два дома отдали мне. Приехал мэр города, лучший мэр страны. И фотографии сохранились. А здесь из одного мы храм сделали, в другом я живу вот здесь. Ну вот, дальше. Тут уже, ну, ну, немного там осталось. Когда говоришь, что вот это, а я говорю вам, перечеркнуло все, чем жило человечество до этих слов, и задало совершенно противоположное направление, отвечают, что мы не должны, подобно гностикам и представителям других еретических сект, противопоставлять Ветхий и Новый Завет. Да не надо противопоставлять. Конец закону Господь говорит, пришел исполнить. А я говорю, а я, то есть это совершенно противоположно. Мсти врагам, а я говорю, любите врагов ваших. А я говорю, то есть то закончилось, теперь это, а не то, что там сектанты, они говорят, противодействие, это от Бога. Ну, Ветхий Завет, это как для младенцев был, малых детей. А Новый Завет для совершенных. Так объясняет Иоанн Златоуст. И так понятно. Ну, так а можно сказать то, что Иисус Христос сам противопоставляет свои слова Ветхому Завету? Он пришел исполнить, он не противопоставляет, поэтому обрезание принимает. Он ничего не нарушает. Пришел, говорит, не нарушить, но исполнить. А Иисус Христос, конец закона, конец закона, Сын Божий. Ну, получается тогда, что хотя это и противительный союз, но он означает поднятие планки. То есть, например, взять Матфея 5, 22 и сравнить с 1 Иоанна 3, 15. То есть Иисус говорит, вот слышали, что сказано древним, не убивай, кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, то есть как бы планка поднимается выше, что всякий, гневающийся на брата своего, напрасно подлежит суду. И дальше. А потом апостол Иоанн поясняет то же самое. То, что всякий ненавидящий брата своего есть человек-убийца. А вы знаете, что никакой человек-убийца не имеет жизни вечной в нем пребывающей. Никакой. Никакой означает, на фронте ты или где будешь защищать жену, детей. Раз, если никакой нет. Никакой. Потому что ты пропал, и тебя нету. Коротенько, эту жизнь. Да, вот мой вопрос в том, что правильно ли что этот союз А, он означает поднятие планки, то есть как бы до самого высокого уровня. Да мы не будем планки, там слова этого нет. То есть противоположное. А я говорю вам, то есть он меняет и показывает в этом направлении эти планки, не надо же слова эти говорить, их там нету. Хорошо. Дальше. Так как Иисус всегда находился в совершенном согласии с отцом, Иоанна 10.30, мы не можем утверждать, что война была Божьей волей только в Ветхом Завете. Бог не изменен. Малахии 3.6, Якова 1.17. Таким образом, очевидно, что Бог не против войны. Ну вот, кто писал это? Кто? Военкомат написал? Нет, не военкомат, но я могу вам скинуть ссылку. Да кто-то, мне не надо скидывать. Зачем скидывать? Выкинуть надо это, на помойку, все, что они говорят. И все, все, что прочитал, сожги это, и руки помой святой водой. Такое мерзость, как огородишь, прямо слышать невозможно. А как насчет утверждения, что вину несет начальник, а не подчиненный? То есть, что ты не виноват в убийстве людей, потому что делаешь это не по своей воле, а исполняя приказ? Да нет, оба упадут в яму, написано. Стрепец слепца ведет. Что придумают-то? Оба упадут в яму, оба, они уже там на дне ада сидят. И вот все, он не отвечает. Как не отвечает? Гитера не было, но немецкие солдаты здесь, сколько их погибло? Им не говорили, а я только говорил, хайл Гитлер, все, хайло закрыто. И на этом конец. Понял, понял. Потом вот, если война посылается в наказание за грехи народа, то как тогда вообще может победить та страна, на которую напали? То есть, вроде как, если мы победили, значит, правда была на нашей стороне. Да ничего это не значит. Воевать нельзя, и мы должны молиться. Власть всякая, говорит, от Бога. И молите за старей начальствующих. Начальствующих будет строгое взыскание, премудрец Соломона, говорит. И все на этом. А то такое, какая власть. А за воинов можно молиться? Можем, мы молимся. Мы молимся, чтобы они вернулись живыми. Да будет воля Господня, да будет воля Господня. Вот у нас взяли эту, вот у меня внущатку. Мы каждый день его упоминаем. Молимся. И еще вопрос по поводу слов. Отдавайте кесарево кесарево, Божие Богу. Ведь это... Налог. Налог, налог. Налоги, которые высчитывают. Отдавайте. Ну да, ну, понять можно и так, что служите Богу, но в то же время отдавайте свой долг государству. А долг каждого гражданина перед государством это защищать свое отечество. Да государство это люди. Государство это не деревяшки какие-то. И какого долга перед ними нету. Мы обязаны платить налог. И все. Молиться за старенья начальствующих. Я понял. Хорошо. Но просто вы как бы постоянно учите, как это, экстраполировать. То есть применять стихи писания, как бы, ну, ко множеству разных случаев. И как бы, почему здесь только про налоги говорится? Почему нельзя к другому применить? А про что другое-то еще? Там впереди-то и говорится, кому налог, дань, дань, ты отдай. Вы считали, за что отдай. Мы получаем зарплату не всю, я высчитываю, там НДС разная. Мухлевать не надо. Ну ладно. Хорошо. Потом тут пошло по, как сказать, ну, не уже не по писанию, а по святым отцам. Наиболее авторитетные отцы церкви никогда не запрещали воинскую службу, а также не существует решений соборов, как либо осуждающих ее, за исключением правил 12-го Первого Вселенского Собора Никейского. То, что благодатью, призванной к исповеданию веры и так далее. Это, понимаешь, куда пришли? Христианская когда религия сделалась? Получается, в день Пятидесятницы. Нет. В каком году? Ну, наверное, в Тридцатом. Ну, Константин Великий. Тридцатринадцатый год. А служили-то в армии-то в это время. Тысячи находились. Только в Адрианах, когда стали проверять, а это где-то сто двадцатый, допустим, год идет, одиннадцать тысяч христиан было. И что теперь? Государства христианского нету. Захватнические войны. И они участвовали везде. Еще спасение в этом? Ни одного христианского начальника-то не было. А они в армии были, служили. А вот никто не говорит, иерон. Он сбросил в себя одежду. Таймуно явился ангел и сказал, верной дорогой идешь. Его казнили. Вот, который я материал даю о том, что любите врагов ваших. Там все это есть. Какие люди были против войны, и они оружие не подняли, будучи воинами. Их сразу две тысячи погубили. Это нигде нету. И в честь этого ни храма не называется, ничего. То есть все это скрывались. Ну да. То есть вот получается, вся эта ложная информация, она появилась тогда, когда стала государственной религией Римской империи при Константине. Да, это и... Андрей встретил, когда две тысячи воинов, и они даже руки не подняли, и всем им голову отсекли. И оружие было с собой. Что именно оттуда происходит вот это вот ложное толкование. Ну еще непонятно. Не убей. Толковать еще не надо. Тебе нравится воевать, ты хочешь. Не надо мухлевать. Бога не обманешь. Иди воюй. И все на этом. Заранее приготовь себе похоронку. Ты никому там не нужен. Читаю. Более того, совершенные в ходе военных действий убийства врага, либо рассматриваются как непреднамеренные и заслуживающие снисхождения, либо вообще как благо. И самое первое, то что Афанасий Великий в послании к монаху Амуну пишет, непозволительно убивать, но убивать врагов на войне и законно, и похвалы достойно. Ну хорошо, достойно. Ты вот это все собрал. Тебе это нравится? Сколько вот времени мы сидим, сейчас тратим время, и ты все эти, ну что-то мы зарыгнули они, блевотину, и ты все это карактишь на небе. Тебе это нравится? Иначе зачем бы ты разбирал-то? Тебя не удерживают. Иди воюй. И все вопросы сняты. Одна пулька и на том свете. Ну, вход в царство небеса закрыт будет. Ну сколько? Разбираю, потому что непонятно, а не потому что нравится. Нет, понятно, тут все понятно. Одному нельзя убивать, а когда нас сто солдат, можем убивать. Ну, что смеяться-то? А Татацит об этом говорит. Дальше. Филарет Дроздов в пространном катехизисе пишет. Не всякое лишение жизни есть и закон о преступлении. Не является беззаконным убийством, когда преступника наказывают смертью по правосудию, когда убивают неприятеля на войне за государя и отечество. Ну и чем отличается от коммунистов, от фашистов? Чем отличается? Они тоже такие правила имели. Тоже защищали. Чем отличается-то? Это, которые говорят, это фашисты, коммунисты, всякая эта мерзость. Верующая разве может это говорить? Тебе нравится убивать? Иди убивай, Библию не трогай, не поганю руками своими. Она тебя предупреждала, этого делать нельзя. Враг голоден, накорми его. Не пулями кормить его, а едой получше. Ну да, то есть тут можно взять, допустим, Матфея 5... Сейчас ничего не слышно. Слышно? Да вот так слышно. Можно взять просто вот Матфея 5, 46, 47 и Луки 6, 33. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? Если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? И вот из Луки. И если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники тоже делают. И то есть тут по аналогии можно сказать, что если защищаетесь с оружием в руках от тех, кто нападает на вас, какая вам награда? Нам этого нету, остановись, дальше не надо. Ты еще скажи, вагон я сворою, да мне разрешается, я военный. Грабить можно. Целые вагоны гнали, Жуков и другой. Уж Сталин маленько их прикорнул. Ну, понимаешь, вот тут все собирать... Понимаешь, это близко нету к тому, куда гонишь ты это все. Ты когда последний раз в церкви был? Вопросы интересные, конечно. Ну, давай, с когда? Когда прищищался? Когда прищищался последний раз? Ну, я не помню. Ну, и все. Вот оттуда все и есть. Ты неверующий человек. Если бы вера хоть маленько была, бы ты не отнимал у меня время. Пожалел бы. У меня времени абсолютно нет, а мне 84 года. Я день и ночь работаю. И как сегодня говорят, тысячи людей пришли в православие. Доктор богословия пишет. Не знаешь, когда. Когда ты Библию считал сесть и не выискивать вот это, что разрешается воевать. Когда ты считал Евангелие с молитвой. С молитвой открыл, с молитвой считаешь, с молитвой закрываешь. Когда у тебя в последний раз это было? Ну, нету ничего этого. Неверующий человек. Ты себя к верующим не причисляй. Неверующий человек. Родился вот. Ну, и дальше все остальное. А в нечистый сосуд, говорит, чистое не вливают. Ну, да. Я просто про ваши слова то, что и у фашистов, и у коммунистов были те же правила. То есть, только просто по аналогии. Что если убиваете тех, кто вас хочет убить, то что особенно вы делаете? Не так же ли поступают и язычники, и мусульмане, и безбожники? Да. Ну вот. Потом дальше я читаю. Блаженный Августин о граде Божьем. Книга 1, глава 21. Впрочем, тот же самый божественный авторитет допускает и некоторые исключения и запреты убивать человека. Но это относится к тем случаям, когда повелевает убивать сам Бог или через закон, или же особым относительно того или иного лица распоряжением. В этом случае не тот убивает, кто обязан служить повелевшему, как и меч, служит орудием тому, кто им пользуется. И поэтому заповеди «не убивай» отнюдь не приступают те, которые ведут войны по велению Божию, или будучи в силу его законов, то есть в силу самого разумного и справедливого распоряжения, представителями общественной власти наказывают злодеев смертью. Вы сколько надо городить. А на суд Божий предстанешь и что будешь говорить на суде Божьем это? А мне вот там блаженный Августин, он сказал, он ответит сам за свои слова. Вы себя распорядитесь вашей жизнью. Бога не обманешь, тебя потащат все равно. И ты тогда увидишь, что там будет. Вот этот Вагнер, слышал, как образовались Вагнер, войска из заключенных? У них многолетние убийства там, и что с ними было? Ули Гайды, это по связи с народом, патриархия, отец 90 лет. И он такой, так, все, это уже мы долго беседуем. Платон какой-то идет ко мне. Ну все на этом, до свидания. С Богом, давайте, отключайтесь.